Ради уж боя с Алибу Гаутиновым я буду готов прям соскочить, если даже буду под капельницей лежать. Все-таки ребята славянской внешности и русские ребята зачастую пишут больше негатива, чем ребята с Дагестана. Так вы нас порадовали своим вызовом. Хоть что-то интересное случилось на этом турнире. Да, я кстати хотел бы сказать, что я надеюсь, что если в следующий раз будут проводиться мероприятия подобного масштаба, то я буду боксировать не третьим сначала, а как минимум третьим с конца. Потому что я считаю, что некоторые поединки, которые, скажем, после меня, никакого неуважения к спортсменам, но это не совсем бокс в том понимании, которым я его вижу, не совсем то, что я люблю. То есть, несмотря на то, что я вызвал Алибу Гаутинову, но он все-таки является бойцом, более опытным, более старшим, чем я, и все-таки бойцом. Он не из, скажем, он из смежного вида спорта, а не из какого-то левого. Правильно? И это, я думаю, более интересно, чем некоторые бои, которые будут после меня. И вы сказали про завязанную руку. Это заготовочка? Это не заготовочка. Я, на самом деле, говорю, я не собирался, честно говоря, вызывать, потому что, честно говоря, когда меня поставили третьим в этом антракарде сейчас, я расстроился и думал, что народу будет не так много. Но, к счастью, зрители уже успели потянуться, и смотря на это, я решил все-таки сделать такое заявление. То есть, конечно, мы можем это обсудить, если Али это действительно будет нужно, чтобы я завязал руку. Ну, конечно, так это сказал пока, для красного словца. Бокс у него, вас не впечатляет его бокс? Нет, почему? Опять же, я вот говорю, что я считаю, что это не стыдный бой, потому что все-таки он имеет, во-первых, у него есть бой по профессионалам, и он выступает, и мы с ним спарринговали, у него есть опыт именно боксерский. И поэтому я не считаю это проходным боем, просто я считаю, что мой уровень выше, чем у него, объективно. Что значит, вот, ты сказал, стыдный бой, это, ну, чуть если расшифровать. Ну, стыдный бой для бокса. Если мы говорим о боксе, да, что это боксерское все-таки событие, да, то, в моем понимании, боксерское событие, как минимум, когда два бойца, я употребляю слово бойца, если они хотя бы бойцы, да, а не из других видов спорта. Я это не, опять же, не неуважение. Я просто высказываю свою точку зрения, и это не неуважение к бойцам, потому что они зарабатывают деньги, они делают все, что нужно. Но я считаю, что Федерация бокса России, да, я читал про выплаты, должна выделять деньги не людям, которые так их тут заработают, и которые, в принципе, не представляют бокс, а выделять деньги именно боксерам. То есть я за свою карьеру ни разу не получал никаких, допустим, кроме кубков и медалей, никаких поощрений. Я считаю, что это неправильно, и что-то должно поменяться в своем стране. Сейчас в том числе вы не поменялись? Сейчас в том числе. То есть от Федерации. Бесплатно боксировали? Ну, мне помогут, скажем, поделиться мои товарищи, да, скажем так, да, но гонорары именно от Федерации бокса России никакого нет, и, в принципе, никакой поддержки. А промоутеров, которые проводят? Промоутеры, скажем, там личные договоренности разные бывают, то есть это я рассказывать не могу. Ну, как бы я промоутер, опять же, это уже все-таки, ну, с профессиональной спорю тут уже кто как-то договорится, это бизнес, скажем так, да. Но сегодня вам заплатят хотя бы гонорары. Надеюсь. Ну вот, а Федерация бокса, как бы это же все-таки государственная, я так понимаю, правильно, Федерация? И она, значит, должна, если уж есть желание развивать бокс, то давайте развивать бокс и давать возможность молодым ребятам. Это мое личное мнение. Именно в таком плане, я знаю, что помогают там любителям и так далее, молодцы, но если уж решили залезть сюда, то давайте сделаем это немного правильней. И, опять же, с большим уважением, это просто мое, может быть, юношеским кассиримолимом скажут, но это мое мнение как студента 20-летнего парня. Вот у меня такие впечатления об этом. А повтори, пожалуйста, еще раз, вот я просто услышала, на ринге ты говорил про стипендию. А, просто Алиба Гаутинов сказал, что ему нужны деньги на этот бой, но он сказал это мне, то есть я же не организатор, правильно, я все, что могу, это скинуть деньги со стипендий или с каких-то, не знаю, поощрений, да, но, к сожалению, не смогу оплатить его гонорар. А сколько у тебя стипендий, если не секрет? А, полторы тысячи рублей, но это немного, опять же, неправильно было, если я вот этим летом, получается, закончил учебу и сейчас буду, может быть, в магистратуру, но полторы тысячи рублей в месяц. А, Ругуф Ксмит. Когда ты вот услышал, что Емельяненко и Кокляев бонусом на двоих получат полтора миллиона рублей, тебя это, ну не знаю, расстроило, демотивировало? Нет, ну так, меня уже расстроить этим невозможно, знаете, я свою, пусть маленькую, короткую жизнь, но пережил некоторые обстоятельства и привык к тому, что уже не расстраиваюсь по этому поводу, это просто, я считаю, так было бы правильнее, если бы все-таки другим ребятам давали шанс, давали возможность. И мы, если хотим как-то развивать этот вид спорта и двигать его на мировую арену, то нужно как-то смотреть более широко, а как бы не на тех звезд, которые уже и так сияют, скажем так. Правда ли, что вот до боя ты думал о том, что после вот этого боя скажешь не вызов бросишь, а скажешь о завершении карьеры? Ну вот это опять же связано с моей болезнью, я думаю об этом, и на самом деле сейчас, скажем, думаю об этом, но все-таки ради такого боя, конечно же, я сейчас пересилил себя, да, вышел с температуры на этот бой, и ради уж боя с Алибу Гаутиновым я буду готов прям соскочить, если даже буду под капельницей лежать. Если в ММА подраться предложат тебе, это интересно? Наверное интересно, но при подготовке, честно говоря, я сразу скажу, что я ни разу в своей жизни не боролся, и поэтому я, ну, в принципе, профан. Мы можем по приколу бороться. Я бы даже на самом деле, давайте скажем так, с большим уважением Алибу Гаутинова, я знаю, что он занимается благотворительностью, я бы провел даже с ним, скажем, показательный выставочный бой, и, ну, накопленные средства, как минимум половину я бы распределил в какие-то благотворительные фонды. Вот когда человек делает какой-то вызов, он, ну, очевидно, ждет, что ему что-то ответят. Какого ответа, ну, в каком тоне ты ждешь от Алибы Гаутинова? Ну, если он так же, как я, с юмором отнесется, думаю, так же с юмором отмечется. Он не глупый, он интеллектуальный, я хотел сказать, парень, интеллектуальный мужчина, и я думаю, он так же с юмором воспримет это и ответит мне, и я буду, конечно, надеяться на согласие. Смотри, ты же тренировался с Алибом Гаутиновым в одном зале, в зале у Андреевичука. Да. Вот у вас были спарринги, и что было на спаррингах? Ну, давайте, это он там затрагивал эту тему, может быть, он вам конкретно об этом расскажет, но, мне кажется, любому человеку, который занимается боксом и знает меня, очевидно, что происходило на спаррингах. Ну, он имеет хороший опыт, я скажу, что он боксирует зачастую лучше, чем многие бойцы, выступающие на профессиональном ринге. Это правда. Ты готов к тому, что у тебя сейчас в директ, наверное, будут многие люди писать земляки Али? А я привык к этому. К сожалению, не только земляки Али пишут, но, скажем, если не переходить на национальности, да, все-таки ребята славянской внешности и русские ребята зачастую пишут больше негатива, чем ребята с Дагестана, Кавказцы. У меня много друзей разных национальностей, и я считаю, что это, как бы, это нормально, но мне не приятно, ну, конечно, обидно, что пишут ребята русские об этом, но это, я понимаю, что это, наверное, не от хорошей жизни, поэтому тоже сильно отношусь к этому.